Девушки отдыхают Ты можешь попробовать стать одним из них Главное управление МВД России по Самарской области Приглашает на службу в органы внутренних дел По вопросам оформления документов Обращаться в ближайший отдел полиции Или по телефону 8 846 338 55 98 Здравствуйте Это программа Город ТЭС И я Елена Черневская Угро даже звучит грозно Сотрудники уголовного розыска Всегда на передовой столкновении Криминального и законопослушного мира Они разыскивают преступников Задерживают и ищут людей Вот мало кто знает Что если вы вдруг захотите отыскать потерянного родственника И попросите о помощи МВД То заявление передадут именно в уголовный розыск В этом году Уголовному розыску России Исполнилось 104 года И сегодня гость программы Исполняющей обязанности Начальника отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре Алексей Сергеевич Гусев Здравствуйте 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 Ну что же 5 октября Ваш профессиональный праздник Я поздравляю вас с ним Ну и конечно Желаю и дальнейших профессиональных успехов И всегда быть на страже Интересов наших граждан Ну и первый вопрос у меня к вам Расскажите пожалуйста Как вы сами Давно работаете в уголовном розыске Почему собственно выбор пал У вас именно на эту профессию Ну История не такая уж И длинная У меня Мои коллеги Они Раньше меня устроились В уголовный розыск Это был еще 2009 год Ну и соответственно Пригласили меня Я как бы Никогда не думал о том Что стану Милиционером Вот Но Ребята говорят С твоим Характером С твоим Точкой зрения Видения Обстоятельств Ты говорит Подойдешь Вот И Я согласился Пришел Прошел собеседование Пришел к руководству Уголовного розыска И Как бы Сразу же меня Пригласили в уголовный розыск На должность Оперуполномоченного По раскрытию Грабежей И разбойных нападений Сколько лет Вы уже служите? Получается Служу я 13 лет Вся моя служба проходила Только в уголовном розыске Службой Доволен Все хорошо Ну кстати Оправдались ли Ваши изначальные ожидания От службы То есть Когда вы пришли И вот сейчас По прошествии 13 лет Как вы Вот если Оглядываясь Немножечко назад Вспоминаете Вот начало Службы И сейчас Как вы работаете То есть Разница-то очевидна? Ну разница конечно есть У нас Преступность Она На месте не сидит Она в ногу со временем Двигается Так же В принципе Как и мы Преступления Раньше совершались Там Более Так сказать Бытовые Больше на бытовой почве На бытовой почве Да Сейчас Очень много Преступлений В сфере IT-технологий То есть Преступность Преступность Сама По себе Меняется Со временем И все Ну и вы Конечно же Стараетесь Искоренять Подобные преступления Да Вот эти И мошенничество И телефон И по интернету Так же развивается Полиция В этом направлении? Ну конечно Однозначно У нас Все эти Преступления Которые В сфере IT Мы Нашими Оперативными Методами Способами Учисляем Этих преступников То есть Так же Техническими Способами Естественно Мы этих Преступников Ловим Алексей Сергеевич Ну вот Какое-то Самое Запоминающееся Дело В вашей Профессии Расскажите Ну и Приведите Пример Конечно Да Пожалуйста Не столь Давно У нас Было Событие Группа Людей Отдыхали В одном Из ресторанов У нас В городе Самаре Отмечали Юбилей День рождения Ну и там Соответственно В ходе Распития У них возник Конфликт Между собой Получилась Там Такая Обоюдная Драка Потом Вроде Это Как бы Все Они Между собой Успокоились Продолжили Дальше Распевать Но Одна сторона Все равно Там Как бы Затаила Обиду И Не успокоилась Ну и Соответственно Наш Подозреваемый Там Позвонил Своим Друзьям Знакомым Которые Приехали В это Заведение Ну и Опять Возник конфликт Опять Произошла Драка В ходе Драка Один Из Жуликов У нас Достал Ружье Из машины И Произвел Несколько Выстрелов Своих Оппонентов Кто С кем Был Конфликт В результате Там Одного Одному Отстрелили Там Несколько Пальцев Другому Смертельно Ранили Он Скончался Больница Ну и Соответственно Когда это Все было Это уже Было Не внутри Ресторана А уже На улице Все это Происходило Было Много Очевидцев И Наши Преступники Понимая То что Сейчас Уже В скором Времени Приедет Полиция Быстренько Насколько Смогли Замели Следы За собой И Уехали Да Прибыв На место Мы Начали Разбираться В этих Событиях Как Что Было Владелец Этого Ресторана Это Оказался Знакомым Наших Преступников Но Мы Он Пытался Видеозапись Стереть Чтобы Осложнить Нам Усложнить Нам Проблемы Создать Но Мы Все равно Запись Все Восстановили Все Мероприятия Необходимые Провели И Преступника Потом Поймали Найдены Да Конечно Ну вот Все-таки Что для Вас Вашей Профессии Ну может быть Самое главное Что ли Ну или Может быть Даже интересное Что вот Вас лично Привлекает В своей Профессии Ой Это Не отнять Это Как И в начале Службы Так и сейчас Это Сам Процесс Поимки Преступников То есть Каждый Преступник Считает Себя По-своему Гением Своего Преступления Когда они Планируют Это все Вынашивают Все свои Намерения Преступные А ты Переигрываешь Потом Ловишь К ответственности Привлекаешь Это Азарт Это Вдохновляет И Это Самый Главный Фактор Да Но Все-таки У вас Есть Какой-то План По которому Вы Действуете Как раз Во время Служебных Мероприятий Но ведь Каждое Преступление Оно Все-таки Производится Не по шаблону Правильно И преступники Разные И мысли Разные И планируют Они все По-разному А вот У вас Какой подход К вашей Профессии К вашему делу Про план Ну Как вы Сказали Действительно Разные События Разные Преступления Начиная Например От бытовых Преступлений Заканчивая Корыстным Умыслом У каждого Оперативного Сотрудника Уголовного Русска Всегда Есть свой План Алгоритм По которому Он работает В зависимости От преступления Да Бывает Такое Что мы Отталкиваемся Не от плана А от обстановки Когда Что-то Начинает Ити не так В основном План У каждого Есть Работаем Согласно Там уже Намеченным Мероприятиям Как скажем Ну и всегда Наверное Ориентируетесь Все-таки По обстоятельствам И по месту Но вот вы Сами выезжаете На Задержание Или Все-таки Вы больше Сидите в кабинете У вас больше Кабинетная работа Вы Исполняющий Обязанность Начальник отдела Уголовного розыска Управления МВД России По городу Самария Выезжаем Выезжаем Также на Преступления Вот Конечно Не так Часто Как наши Оперативники По большей части В основном Это резонансные Преступления Вот Да Выезжаем Вот Одно из событий Было Человек обратился В больницу Там с огнестрелом Головы Приехали Когда на место Там полностью Следственная оперативная Группа Приехала Разобрались Ситуация Вникли Во все Моменты Ну и практически Там по горячим следам Установили И задержали Преступника Вот Вместе с оружием Предметом Преступления То есть Все А есть ли сейчас Какое-то дело У вас На рассмотрение Которое Вот вам не дает Покоя Вы постоянно Постоянно о нем Думаете Ну Ну конечно Есть Там есть Определенные У нас лица Которые Совершают Там Кражи Как бы Сейчас Пытаемся Доказать Их Вину Вот Вот пока Работаем Над этим То есть У нас есть Серия Краж Определенных Вот мы Занимаемся Сейчас Сбором доказательной Базы В отношении Этих Преступников А скажите Пожалуйста Алексей Сергеевич А было ли у вас Такое Такие дела И такие случаи Когда вам Было жалко Преступников Ну Как Как Жалко То что Это В основном Бытовая Бытовые Такие преступления Когда В принципе Человек Из-за Не из-за Каких-то там Корыстных Там Или месть Там Зависть Нет Просто На бытовой почве Выпил Там Ударил Там Человек Тот потом Скончался Не дай бог И Соответственно Он уже Потом сам Сожалеет А то что Ну В принципе Не хотел Этих событий Вообще В принципе Как бы Уже случилось Да Ты его понимаешь Прекрасно То что С человеческой Точки зрения С человеческой Точки зрения Все верно Да То есть Как бы Ты понимаешь То что Это было Ненамеренно Случайно Вот Ну Но все равно Наверняка Какие-то Предпосылки Жизненные Есть Которые Провоцируют Преступления Но ведь Не со всеми Случаются Такие случаи Когда происходит Ну вот Как вы сказали К примеру Убийство Все-таки Что-то Предшествует Этому Ну Какой-то Определенный Образ жизни Или склад Характера Человека Как вы считаете Почему люди Совершают Преступления Ну Совершают Они преступления В основном Как в большей части У нас Это Из-за корыстного Умысла Да То есть Работать Не хотим Хотим легких денег Им проще Ограбить Прохожего Нежели пойти Там Трудиться На завод К примеру К примеру Да Или Вот Преступления Когда Там Жена Там Заревновала Своего мужа И В дальнейшем Там Отравила Его Например Такие Бывают Там Моменты То есть В основном У нас Это Преступления Вот Имущенного характера Это Они идут Из-за Того Что Люди Людям Не хватает Денег А Остальные Такие Против Личности Которые Преступления Совершаются Это Бытовой Почвей Там Или Ревность Там Ненависть Как бы Так Спасибо Я сейчас Предлагаю Ненамного Прерваться И посмотреть Видео Субтитры Продолжаем Разговор Скажите Скажите Пожалуйста А вообще Полицейские Суеверные Люди А что Вы подразумеваете По словам Суеверные Это Черная кошка Там Соль Какие-то Приметы К примеру Может быть У вас Есть какие-то Придя на работу Вы там Что-то Увидели И услышали И сразу Понимаете Вот Это знак И сегодня День будет Ну к примеру Неудачный Или на Преступления Какие-то Вот Ваши Личные Да ну нет Как бы Знаете Из моих коллег С кем я Работал Работаю Прям вот Суеверных Прям нет Как бы У нас есть там Мы так называем Это Оперативное чутье Вот Но это Можно сказать Не там Не суеверие А ну Так Ну может быть Там Примет Или еще как Ну точно Нет Это не суеверие А вот Кстати говоря Как вы думаете Почему Так популярны Кинофильмы О вашей службе Ведь очень много Сериалов Шло и тогда И сейчас И будет Сниматься В вашей профессии Ну В сериалах В фильмах Они В основном Эти Передают Часть Там Ну не полностью А часть Там Все-таки Передают Наши работы Естественно В этих сериалах Все вот эти И вот моменты Оперативные Они Захватывают То есть Некоторые сериалы Смотришь Прям Как на одном Духу Дыхании Ну в основном А некоторым И не веришь Да Но в таком случае Ну да Какие вот На вашей памяти Можете привести Вот самые правдивые Сериалы Про уголовный розыск На которые Лично может быть Вам импонируют Ну Это в основном Советская классика Вот Такие как Место встречи Изменить нельзя Шерлок Холмс Именно Тот Который Снимался У нас В советское время Бриллиантная рука Например Там Тоже Интересные события Проходят Как бы Такие Сериалечки Алексей Сергеевич Как относится Семья К вашей работе Ведь Понятно Что Ваша профессия Предполагает Очень большую занятость Нет Четкого графика Да и форс-мажоры Наверняка Случаются Очень часто И наверняка Было так Что приходилось Среди ночи Ехать Возможно Даже на преступления Как ваша семья К этому относится Ну конечно С пониманием Они относятся Я когда Работал В полиции Я еще Тогда не был Женат Ну и Соответственно С Девушкой Со своей Уже Дорогой Любимой женой Мы Она уже Прекрасно понимала С кем она имеет дело С кого она выходит Замужда Да И Как бы Отнеслись С пониманием Да Каждый выбирает Свою профессию Я вот К радости моей Выбрал Уголовный розыск Да Бывает такое Что приходится Конечно же Там Среди ночи Подниматься И ехать На Определенные Там Преступления Ну На семью Это никак не влияет Семья Это большой Крепкий тыл Который Поддерживает Все 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 хорошо Да Ну что же Давайте поговорим О профессиональных Качествах работников Вашей профессии Вот скажите Пожалуйста Какие На ваш взгляд Должны быть Именно Профессиональные Ну и конечно же Человеческие Качества Хорошего сотрудника Уголовного розыска Ну В первую очередь В первую очередь Это Наблюдательность Логическое мышление Должно присутствовать Физически развит Должен быть человек Целеустремленным Организованным Уверенным в себе Человеком Который Будет Раскрывать Преступление Днем и ночью Но ведь Все равно В процессе Профессии Все равно Учишься Ведь чему-то новому Познаешь Что-то новое Да И каждое дело Как мы уже говорили С вами не похоже Одно На другое Из какого-то Дело Ты вынес Один определенный Опыт Вот были ли у вас Такие дела Которые Научили Лично вас Может быть Мыслить как-то По-другому Или В ситуации Разбираться Иначе Ну конечно Как я и говорил Мы Так же учимся И на своих ошибках И На чужих Да У меня были Такие моменты В которых я Там Маленько Не понимал Как так происходит Там Как раскрыть Это преступление Там Думал очень долго Но В конце концов Мы Коллективно Вот это самое главное Тоже в нашей работе В уголовном розыске Да Это обязательно Команда Коллективно Мы Придумали Способ Как изобличить Всех этих преступников Скажите А сколько Сколько времени Уходит На раскрытие дела Ну вот Давайте будем Говорить О каком-то Минимуме И о максимуме Какое Самое Максимальное Время Заняло дело Которое Вот Расследовали вы Ну самое Минимум Это Когда ты По горячим следам То есть Человек Гражданин Обратился Украли у него Там цепочку Сорвали шея И ты По горячим следам Устанавливаешь Этого жулика Где он живет И соответственно В течение Практически суток Ты его Ловишь Так Вот То есть Сутки Это Минимум Максимум Имеет Максимум Максимум Преступления Бывают разные Вот Например У нас было Убийство В Красноглинском районе Мы Довольно-таки Долго Месяца два Мы точно Устанавливали Все события То есть Преступления Подозреваемые Мы установили Гораздо раньше Но Процесс Сбора Доказательной базы Он Занял Да Занимает Определенное время Да И это бывает Даже Побольше Занимает времени Чем Поимка самого Преступника То есть Примерно Пару месяцев Вот это вот Было Для нас долго Ну давайте Кольше мы с вами Заговорили о команде Алексей Сергеевич Давайте поговорим О людях Которые работают С вами бок о бок Скажите пожалуйста Вот все-таки Наставничество Сейчас практикуется Конечно Конечно Это Одна из основ Когда Молодой Оперативник Приходит К нам на службу К нему Обязательно Представляется Человек уже Оперативник Уже с опытом Который Делится опытом Который Показывает На те моменты Где он Не добирает Учит его Наставничество Это очень важно У меня например Было вообще Три наставника Мы В свое время Да И от каждого Вы Почерпнули Определенный опыт Конечно Я прям Безумно благодарен Этим людям То есть Мы Хорошо вместе Работали У нас все Получалось То есть И благодаря им Я вот сейчас Как бы Работаю В уголовном розыске На руководящей должности Как бы Так Все не случайно Есть еще одно видео И предлагаю его посмотреть Осторожно обман Вам позвонили С неизвестного номера Представились Сотрудником Службы безопасности Банка Сообщили Что вашу Банковскую карту Пытались взломать И просят Уточнить Персональные данные Для исправления Ситуации Запомните Настоящий Сотрудник Банка Никогда Не спросят Номер Банковской Карты CVV-код Одноразовый пароль Из СМС Для подтверждения Операции Не поддавайтесь На уловки Мошенников Алексей Сергеевич Вот мы с вами Поговорили сейчас О наставничестве А как вы Сами оцениваете Работу Более молодых Сотрудников Которые Приходят К вам На смену Ну проще говоря Сейчас Есть толковые Ребята В нашем Самарском Уголовном Розыске Ну конечно Ну конечно У нас Очень много Ребят приходит Устраиваться К нам Службу И Каждый Как бы Получается Со своим Уже Чемоданом Так скажем Который Багажом Багажом Который Он получил В институтах Которые У нас Специальные Профильные Институты Которые Так же Прекрасно Обучают Наших Будущих Сотрудников Коллег То есть Люди Приходят Уже Зная Что И с чем Им придется Работать С чем Бороться И Я думаю Достаточно Неплохо Большое у них Будущее Большое Будущее Однозначно Вот прям Коротко Еще Когда Выдаются Дни отдыха Как любите Проводить Свободное Время Ну Это Как С друзьями Футбол Поиграть Зимой Хоккей Поиграть Большую Конечно Основную Часть Времени Отдыха С дорогой Любимой Семьей С дочкой Погулять Там В парке На набережной Вот В основном Дома Проходит Именно так Ну что же Что бы вы хотели пожелать Себе И своим коллегам Профессиональный праздник Ваш прошел Но работа Продолжается Каждый день Будний И сталкиваетесь Вы конечно С разными ситуациями И рискуете Жизнью Очень часто Что бы хотели пожелать Ну да В первую очередь Берегите себя Уважаемые коллеги Слушайте Своих Напарников Своих Коллег По работе Всем Удачи Успехов Аперского Фарта Так называем В принципе С праздником Спасибо Спасибо большое Да Спасибо большое Всем тем Кто был сегодня с нами Вы смотрели программу Город Тест Ну а всех причастных Поздравляем С профессиональным праздником Всего хорошего Самое главное Будьте здоровы И возвращайтесь Всегда домой Если жизнь человека Стоит на кону И беда у него на пороге То сирена полиции Рвет тишину Опергруппа спешит по тревоге Служим Родине ночи И дни напролет И покой Сохраним в этом мире Лишь бы только нам знать Что любимое ждет Ждет и свет И кассет в квартире Лишь бы только нам знать Что любимое ждет Ждет и свет И кассет в квартире Чтоб везде и всегда Подеждало добро И звучали хорошие вести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Нам крутые пришлось Проходить виражи Поединки вступать Беспределом В свете фар перед нами Сверкали ножи Било сердце под черным прицелом Служим родине ночь И дни напролет И покой сохраним В этом мире Лишь бы только нам знать Что любимое ждет Ждет и свет И кассет в квартире Лишь бы только нам знать Что любимое ждет Ждет и свет И кассет в квартире Чтоб везде и всегда Подеждало добро И звучали хорошие вести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Чтоб везде и всегда Побеждало добро И звучали хорошие вести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Боль за правду ведут Офицеры угроз Люди совести Долга и чести Редактор субтитров А.Семкин